Особое мнение на 101FM Она собрала порядка 300 человек Причем оригинальным способом люди проводили эту акцию Не только в нашем городе практически не было скандирования лозунгов и слоганов Понятное дело, что пытались вытеснить из нашего так называемого гайд-парка Из парка Халтурина И там, ясное дело, сразу же нашлись малогвардейцы Хорошо, что не казаки, хочу добавить Вы посмотрели, я вас просила специально вчера посмотреть эту информацию Потому что вы сказали, что вы не интересуетесь подобными вещами Митингами, политическими акциями Об этом чуть попозже Но я надеюсь, вы посмотрели эту историю И ваши впечатления и от акции в городе Кирове И, надеюсь, вы федеральную повестку тоже обозрели Да, спасибо за вопрос Я посмотрел и то, что происходило в Кирове И то, что в целом происходило в стране Знаете, вот у меня просто такой образ родился Когда я это все смотрел Думал, вот как Ну, как к этому надо относиться И как я лично к этому отношусь У меня, в общем, такой образ создел Вот у нас в городе Ну, во многих городах Есть такая проблема, как плохие дороги И мы, значит, вот Автомобилисты и пешеходы Когда ходим, нам все это не нравится И мы все время ругаем Вот там те плохо делали, эти плохо делали И помните, вот когда там В начале 2000-х годов Вот это все движение начиналось Там мы клеили на машины наклейки Да, где дороги В общем, писали посты в соцсетях И так далее В общем, это ничего не меняло А потом возникло движение Общественного контроля за ремонтом дорог Несколько я знаю Вы, по-моему, тоже очень активно В этом движении участвовали Нет, я в движении не участвую Но мы, естественно, как радиостанция Всегда освещаем деятельность Этой рабочей группы Вот, и, значит, вот это действие Такое, более конструктивное, на мой взгляд Оно сразу дало результат Ну, вернее, не сразу Но, по крайней мере, какой-то результат дает То есть, когда мы, значит, ну вот там Пишем, на мой взгляд Да, это вот моя точка зрения Когда мы пишем, значит, или вот на какие-то выходим Несанкционированные, да, митинги Я считаю, что нарушать закон это неправильно Нельзя этим заниматься То, в общем, это не дает результата А когда мы участвуем в каких-то более конструктивных действиях Вот, как контроль за действиями подрядчиков Это нам, жителям города С точки зрения улучшения дорог Сразу дает результат Следую вашей логике, Олег Давидович Россиянам нужно объединиться Создать рабочую группу по контролю за деятельность Владимира Владимировича Путина Как вы это себе представляете? Ну, вообще, он, в общем, к этому призывает Да, и насколько я понимаю Да что же Я не слышал ни разу Что давайте-ка создадим общественное наблюдение За моей деятельностью Да, не, общественная палата Для чего создавала? Не знаю, скажите мне Для чего? Для контроля разве? Для контроля, да Общественные советы при органах То есть власть Последнее время Кем они создавались? Эти общественные палаты и советы? Они создавались теми же органами Властью? Да, совершенно верно Они создавались властью Потом увидели, что это неэффективно И сейчас эти полномочия передали общественной палате Насколько я понимаю Сейчас общественная палата Киевской области В которой тоже две трети людей Кем туда делегируются? Да, они делегируются властями То есть власть сама себя будет контролировать И этого достаточно, вы считаете? Этот процесс просто постепенный Мы не можем сразу То есть ему уже 25 лет этому процессу Больше Ну, это не так много С точки зрения исторической перспективы Это не так много Но вот у меня такая точка зрения То есть вы считаете, что люди, вышедшие на митинги Пусть не санкционированные Которым не нравится Что их президент Который срок подряд находится на одном месте И они в том числе связывают и с этим Отсутствие серьезных позитивных изменений в стране Это неконструктивная деятельность И они поступают незаконно Пользуясь своим конституционным правом Выражать свое мнение на улицах Значит, у нас есть процедура Может быть, она такая, конечно, сложная Но, тем не менее, такая процедура существует И, наверное, можно было бы ее выдержать Просто иногда не хочется следовать закону Хочется поступить как можно более просто И сказать, вот, видите, мне не разрешают Но они, может быть, пробовали Все подавали заявки на эти акции И всем было отказано Вы же читали, наверное Были поданы заявки Было отказано под предлогом, что там другие мероприятия Вот, внезапно, в парке Халтурина Образовалась компания из молодогвардейцев Которые говорили о том Что нужно участвовать в акции По, да, вот этот бессмертный полк Причем комментарии были такие Что мы и в других местах Раздаем ленточки и призываем к этой акции Почему именно здесь? Ну, потому что по пути было Тут рядом у нас было мероприятие Говорит товарищ Вячеслав Пушкарев Руководитель молодежного движения Молодой гвардии И решили сюда зайти Молодой гвардии санкционировали Этим людям не санкционировали Разве здесь есть Разве здесь нет Некого странного лукавства В отношении тому, кому отдают разрешение А кому нет Ну, наверное, вы совершенно правы Там лукавство какое-то есть Я бы просто работал над тем Чтобы у нас такое место Где нельзя отказать Проведение митинга Появилось Да, вот Как есть Там в Англии гайдпарк В Лондоне И там нельзя запретить Проведение митинга Вот Я за то, чтобы такое место Появилось у нас В Вятке И тогда Не надо было бы обращаться За разрешением То есть любая организация Могла бы в этом месте Всегда в любой момент Проводить любой митинг Ну, там За исключением тех Которые нарушают законы А вы поняли вообще Почему эти люди По всей стране вышли Вот на такое Несмотря на то Что власти каждый день Как минимум В течение прошедшей недели Каждый день Через все СМИ В том числе И через нашу радиостанцию Постоянно об этом говорили Что акции не санкционированы Постоянно предупреждали Все равно вышли Почему они вышли? Ну, мне кажется Просто, может быть Эти люди думают Что другого способа Донести там Свою точку зрения У них нету И они считают Для себя вот такой вариант Единственно приемлемым И, собственно, им и действуют Но это, мне кажется Тоже их право То есть у нас Насколько я понимаю Единичные Или когда человек один Выходит на пикет Они разрешены Да, не надо требовать Разрешения Если человек там один Выходит на пикет Он совершенно свободно Имеет право это делать То есть у них есть право Выражать свою точку зрения Они это делают Таким способом Ну, надо сказать Что наши правоохранительные органы Вели себя Лучше вы обозначите Как они себя вели В городе Кирове По сравнению, например С Питером и Москвой Да, где Даже подростков Мы едем по фотосессиям Задерживали И дубинки применялись Да И нагайки применялись Некими казаками Которые получают Гранты От правительства Московского Для того, чтобы участвовать В таких вот акциях Там Правопорядок Блюсти Как себя вели Наши полицейские На ваш взгляд Кировские Ну, вот Насколько я знаю Они вели себя Достаточно корректно По крайней мере Каких-то жалоб От пострадавших не было Это говорит о том Что, в общем Особых каких-то инцидентов Не произошло А корректно ли вели себя Митингующие Ну, не знаю Я не был на митинге Поэтому оценить Корректность их поведения К сожалению, не могу Отличный материал Наши коллеги Семь на семь Сделали с митинга В городе Кирове Кто еще его не видел Там есть и видео И фотоотчет Судя по нему Все были предельно Корректны друг к другу Мирно прошла демонстрация Мирно разошлись И к чести наших полицейских Не было никакого насилия И даже пререканий И каких-то активных споров Тоже не было Ну, вот смотрите Да, ведь мы часто Говорим о том Что Часто власти Не надо реагировать Да, то есть Свои реакции Они только усугубляют Положение Да, вот Наши правоохранители В этой ситуации Не вмешались Не дали людям Пройти Не было эксцесса И, в общем И нечего обсуждать А если бы они вмешались Стали бы арестовывать Задерживать Тут же бы садилась волна И как бы Власть только бы Проиграла эту ситуацию То есть Мне кажется Что власть тоже делает Все выводы Из разных ситуаций Которые приходят в стране И учатся действовать правильно Надо напомнить Что сегодня проходит Инаугурация Нового старого президента Уже прошла Уже прошла Да, Владимир Владимирович Путина Там, кстати От Кировской области Судя по фейсбуку Несколько человек Как минимум Представители общественной палаты В палате Российской Федерации Андрей Усенко Да, точно есть И Дмитрий Донсков Там Валентин Николаевич Пугач Замечен Тоже там На этой инаугурации Но вот Все-таки Возвращаясь К тому Что вы мне сказали Вчера Когда мы Обсуждали Темы К сегодняшней программе Вы мне сказали Что не следите За политическими Акциями И митингами Почему Ну вот Именно потому Что я считаю Что надо Действовать Конструктивно Вот как В ситуации С дорогами Пока Мы будем Просто говорить Что давайте Делать дороги Лучше Но мы убедились Что их точно Никто делать Лучше не будет Причем Смотрите А ведь Дороги делает Не власть Дороги делают Подрядчики Какие-то Предприниматели Какие-то люди Которые Даже при грамотно Составленном Техническом задании Не выполняют Его Власть Да Их не контролирует Но при массовом Проведении ремонта Наверное Мы ведь тоже С вами против того Чтобы у нас Чиновничий аппарат Разрастался То есть они вполне Логично могут Нам сказать Если у нас Одновременно 20-30 подрядчиков Делают дороги Нам нужно 30-40 инспекторов Которые будут Контролировать Соответственно Давайте тогда Носить изменение Бюджет Значит мы против этого То есть Другого способа Кроме общественного Контроля Не существует Если мы хотим Чтобы у нас Были хорошие дороги Кроме нас Никто За нас эту работу Не сделает Сейчас прервемся Буквально на полминуты Это особое мнение От директора Кировского института бизнеса Льва Шварцблата Через полминуты Снова в студии Продолжается программа Особое мнение У микрофона Сегодня работает Светлана Занько Свое особое мнение Высказывает Директор Кировского института бизнеса Лев Давидович Шварцблат Ну и Все равно Через политику Мы перейдем К теме бизнеса Которая так вам близка Я хочу вас спросить Разве политическая ситуация В стране не отражается На ее экономике И на развитии бизнеса Ну конечно отражается Мы все это прекрасно понимаем Просто я к вашей Аполитичности Вот сейчас обращаюсь Ну вот как раз Предприниматели Они очень часто Аполитичны В том смысле Что они должны Делом заниматься И работать В тех условиях Которые есть А не менять эти условия А каковы условия Для развития Малого и среднего бизнеса О которых мы сейчас Будем говорить в нашей стране Ведь политики Определяют эти условия В том числе Разве нет На самом деле Очень сложный вопрос Вы мне задаете Потому что Он Вот эти условия К сожалению Ну на мой взгляд Они стали очень разные В зависимости от региона В котором мы живем То есть есть регионы Где это очень бурно развивается И где Ну прекрасные условия Для развития бизнеса Например Краснодарский край Есть регионы И эти легионы К сожалению В том числе На мой взгляд И Кировская область Где не очень благоприятные условия Для развития бизнеса То есть вы сейчас Хотите сказать Что не общая политическая В стране Ситуация в стране Влияет на развитие бизнеса В конкретном регионе А вероятнее всего Та власть Которая в этом конкретном регионе Присутствует Правильно я вас понимаю Даже не власть А вот Те условия Которые в конкретном регионе Сложились А как они так сложились Они сложились исторически Например, Кировская область. У нас не такое большое население. Если мы возьмем города-миллионники и наш город, у нас там по меньшей мере в два раза меньше населения. То есть уже клиентов гораздо меньше. У нас очень большая территория. То есть, например, я часто сейчас езжу в республику Мариел. Там от границы до Яшкарлы 70 километров, а у нас от Яранска до Кирова 320. В Мариел лучшая ситуация? Мариел, в связи с тем, что просто территория меньше, ситуация лучше. У нас в силу очень большой территории и малой численности населения, при тех же налогах, грубо говоря, на квадратный километр приходится гораздо меньше денег. А ведь нам дороги до Яранска, до Лузы и так далее надо содержать. И у нас то же количество денег размазывается по гораздо большей территории. И это осложняет ситуацию с бюджетом. То есть если у нас область... Вот я не знаю... Нет, погодите, погодите. Подождите про бюджет. Погодите сейчас про бюджет. Нет, нет, это как раз все взаимосвязано... Я начала с того, что я задавала вам вопрос о том, есть ли взаимосвязь между политической ситуацией в стране, а значит политикой высшей власти и развитием экономики в конкретных регионах, и развитием бизнеса. А нас интересует конкретно сейчас малый и средний бизнес. Большие корпорации мы не называем. А вы мне начинаете говорить про территорию конкретного каждого региона. Я вот все-таки хочу, чтобы вы к политике-то вернулись. Простите, пожалуйста, Лев Давидович. Вы что хотите сказать? Что все бизнесмены аполитичные люди, их это совершенно не интересует. А вот расстояние в регионе, они что ли влияют на то, как они будут работать? А не на то, какие условия созданы вообще для развития этого самого бизнеса. Нет, я просто пытался объяснить, почему в Кировской области тяжелее с точки зрения развития бизнеса по отношению к другим регионам. Так, политика нет, не влияет. Ну, смотрите, у нас есть успешные предприниматели в России? Ну, безусловно. Многие, правда, сейчас в Лондоне живут. Ну, кто-то живет в Лондоне, но я могу вам назвать там, не знаю, по меньшей мере, наверное, 100 примеров успешных предпринимателей. Кто это? В Кировской области или где? Ну, давайте. Компания Мебель Инсайт. Так, а какого уровня у Мебель Инсайт цены и куда она продает свою продукцию? Подожди, ну, она выросла в Кировской области, она создалась, это успешная компания. Хорошо, не буду спорить. Это средний бизнес или малый сразу? Ну, у нас средний бизнес – это Кирово-Чапецкий химкомбинат, все остальное – это малый. Все понятно, все понятно. Кирово-Чапецкий химкомбинат, ориентир. Да, да. Дальше там компания, сейчас точно название не помню, которая делает сердечные клапаны, тоже Кирово-Чапецкая компания, компания Джулия Новорс, компания ПИК в Кирове, которая делает, значит, электрические щиты и конкурирует с компанией Сименс. Компании, которые производят молочные машины русских, которые производят оборудование для молочной промышленности. На Алексе, по-моему, сейчас они уже производятся, нет? Ну, вот они были на Сельмаши, не знаю. Теперь уже не на Сельмаши. Компания Фармакс, которая производит витамины для животных. И, в общем, можно продолжать этот список. У нас есть, вот только что у нас инвестор открыл в Мурашах завод по производству, фанерный завод. То есть у нас достаточно много очень успешных предприятий. Но, тем не менее, как вы говорите, бюджет у нас не получает достаточных средств от бизнеса. Это говорит о том, что уровень все-таки его развития не очень высок. Да, он не очень высок, но тут все-таки вот географические факторы, вот размытость, очень большая территория сказывается. Так, Шварцблат говорит, что географические факторы в развитии бизнеса важнее, чем политические. Хорошо. Тогда прокомментируйте, пожалуйста, то, что говорил Владимир Владимирович Путин в апреле этого месяца на заседании Госсовета по развитию малого и среднего бизнеса, я все-таки возвращаюсь к тем людям, которые выходили на акцию в воскресенье. В основном там были молодые люди. Он говорит, что россияне больше предпочитают государственную службу и работу в крупных корпорациях, нежели занятия предпринимательской деятельностью. Это его конкретно слова. Так вот то, что россияне стали предпочитать, а значит молодые люди на это ориентированы, на работу в госкорпорациях, на работу чиновничью, депутатскую работу. Разве не говорит о том, что в стране не сложились условия для того, чтобы люди шли в предпринимательство? Ну, а вообще вот то, о чем вы говорите, это общемировая проблема. Вот я когда был за границей, да, там и в Америке, и в Канаде, там тоже самая проблема. Там тоже очень мало желающих заниматься бизнесом и гораздо больше желающих идти на работу в правительство и так далее. Они просто, понимая это, там уже со школьных лет ведут, у них целая есть большая очень программа по популяризации предпринимательской деятельности, по развитию этих навыков, по нахождению ребят, способных к этому. У них гигантская программа. Государственная программа. Государственная программа. У них, вот кстати говоря, очень интересный факт. Наибольшее количество предпринимателей-инноваторов в мире – это Массажирский технологический институт. То есть у них в каждом университете есть своя предпринимательская программа. В каждом университете. Но ведь она возникла не за один день. Да, они там больше, может быть, 100 или 200 лет этим занимались. То есть нам сейчас сказать, что давайте мы за 20 лет в каждом университете России создадим вот такую атмосферу, но это невозможно. То есть то, что это делается, это да. И у нас опорные университеты, другие вузы занимаются этим. Это просто даст результат, но не сразу. На это нужно время. А сколько лет вы даете еще, например, нашим вузам, чтобы они сформировали свои программы, которые будут ориентировать молодежь на предпринимательскую деятельность? Ну, мне кажется, вот с точки зрения изменения культуры, это не меньше лет еще 20 должно пройти. Не меньше 20 лет, сказал Лев Давидович Шварцблат, директор Института бизнеса в Кирове. Не меньше 20 лет пройдет, прежде чем наши вузы смогут сформировать собственные программы, которые будут ориентировать молодежь на предпринимательскую деятельность. А Владимир Путин на том же совещании, простите, его сегодняшний день, я думаю, да, значит, и наш президент, на заседании в Госсовете, которое я уже упомянула, это заседание в апреле было посвящено развитию малого и среднего бизнеса, он тоже, он подтвердил ваши слова, или вы сейчас подтверждаете его, что в структуре экономики страны доля этого бизнеса крайне мала, 21 процент, сказал Владимир Владимирович, против 50 в развитых странах, он сам сказал, и поставил задачу в ближайшие 5 лет, а не 20, как вы говорите, добиться значительного роста доли малого и бизнеса в структуре отечественной экономики. В 5 лет. Вот вам понятны механизмы, благодаря которым эта задача может за 5 лет решиться в нашей стране. Если вы говорите минимум 20 тысяч, прежде чем в ВУЗ вообще это смогут реализовать. Насколько процентов мы хотим за 5 лет вырасти? Ох, я сейчас найду в интернете эту информацию. Да, вот если там процентов на 5, то, наверное, мобилизовав все ресурсы, это более-менее решаемая задача. Больше 5 процентов доли малого бизнеса, мне кажется, за 5 лет не увеличить. За 5 лет не больше 5 процентов вы даете? Я сейчас по ходу ваших ответов... А, вот он говорит, что к 2025 году увеличится до 40 процентов. До 40 процентов. 25-й год это 7 лет. Мне тогда очень интересно посмотреть, какие механизмы будут. Вот я у вас спрашиваю про эти... То есть вам пока непонятно, какими механизмами можно увеличить до 40 процентов долю. Мне понятно, что теми, которые были, наверное, не решить, значит, надо предложить какие-то новые. Кто эти механизмы должен вырабатывать? Ну, это, мне кажется, какое-то совместное, да, то есть правительство должно предлагать какие-то механизмы, и, может быть, общественные организации, предприниматели должны свои какие-то... Вот правительство за все эти годы, вот сейчас, в том числе при управлении Владимира Владимировича Путина, так и не выработало эти механизмы, раз доля катастрофически мала, как говорит Владимир Путин. Неужели то же самое правительство, а оно, вероятно, останется тем же самым, сейчас бац, возьмет и выработает? Ну, вот смотрите, там, 10 лет назад у нас в стране не было демографической политики, да, меры выработали, результаты они дали, то есть, ну, какой-то рост демографический произошел. Задача была поставлена, меры... То есть, если сконцентрироваться, то, в общем, и все ресурсы направить именно на это, то, наверное, можно какого-то сдвига... То есть, опять же, если мы размазываем по всем направлениям, мы понимаем, что у нас и школу надо строить, и детские сады, и дороги, и малый бизнес, и так далее, и так далее, и так далее. Если мы размазываем, то везде какой-то рост. У меня сейчас немножечко другой все-таки вопрос. Кто конкретно, наиболее эффективно мог бы выработать меры по развитию малого и среднего бизнеса, которые привели бы к его такому скачкообразному росту? Потому что между 21 и 40 процентами в два раза мы должны вырастить. Ну, гигантский рост, гигантский рост. Кто? Чиновники, бизнес, наука? Кто это может сделать? Только если совместными усилиями. И возможно, что в ближайшие пять лет... Мы с вами, кстати, обсуждали это на одном из наших особых мнений о том, что в ближайшие пять-десять лет экономика принципиально изменится. То есть, совсем другое будет. Мы перейдем к другому экономическому циклу, и там будет другой тип экономики. Это вы так утверждаете? Нет, это циклы Кондратьева. Это известно, что мы сейчас там от цикла, когда у нас тяжелое мышностроение, химия, перешли компьютер и так далее. И мы сейчас, в общем, перейдем на другой цикл. И в этом цикле, возможно, что просто больших предприятий не будет. Будет много маленьких. В России не будет больших корпораций. Да, во всем мире не будет больших корпораций. Мы пересядем на электромобили, исчезнет масса профессий. И, может быть, проблема так и решится. У нас часто в стране бывает, что как-то вот раз, и вдруг вот получилось. Цикл Кондратьева – это периодический цикл сменяющихся подъемов и спадов современной мировой экономики продолжительности 40-85 лет, описанный в 20-х годах 20-го века Николаем Кондратьевым. Да, и у нас вот как раз на рубеже 18-20-го года вот этот цикл там атомный, тяжелый и так далее заканчивается. Начинается бурный рост следующего, связанный вот с компьютерным моделированием, квантовый компьютер, когда на 3D-принтере можно напечатать органы. Вот эта вся экономика сейчас начнется, и это другой тип экономики. И, возможно, в этом типе экономики как раз малый бизнес будет бурно развиваться. То есть хочешь-не хочешь, а природа возьмет свое, и выхода не будет, уж что-нибудь да придумают. Так вот, чего у нас... Да, хорошо. Посмотрите, еще один момент вот по поводу там концентрации усилий. Вот, ну мы с вами прекрасно помним советское время, да, и помните, было такое выражение, что хочешь человека погубить, отправь его в сельское хозяйство. И Советский Союз был крупнейшим покупателем зерна. А теперь мы вот в прошлом году встанили первое место в мире по экспорту зерна. То есть нам же удалось в сельском хозяйстве переломить ситуацию, в основном за счет частного бизнеса. С молоком бы еще такую же задачу решить, которого оказывается у нас перепроизводство в нынешней ситуации. Так, какова ситуация у нас в регионе, да? Из глобальных вещей мы сейчас переносимся в региональную историю. У нас была история с Кировским фондом поддержки малого и среднего бизнеса незадолго до выборов нынешних. Выборов президента, я имею в виду. Мы пытались пригласить его сотрудников, чтобы они проанализировали опыт работы фонда в 2017 году по поддержке малого и среднего бизнеса и рассказали, как будут работать в 2018, какие будут программы, а что об этом думает правительство. Ну, начался же уже год-то. Что там? Правда? Да, да, да. Портал прошел. Они категорически отказались. Они отказались, нет-нет-нет, мы не придем до выборов точно. О чем, по-вашему, это говорит? Ну, вы знаете, у нас сейчас просто такая, мне кажется, какая-то уникальная ситуация сложилась, когда у нас все ресурсы программы, они сконцентрированы в Кировском областном фонде. То есть, если раньше у нас было какое-то разделение, фонд занимался выдачей льготных займов, это была его основная программа выдачи займов и предоставления гарантий по кредитам в банке, когда ты получаешь сумму больше, чем тот займ, который может дать областной фонд. Часть программ реализовывало Министерство предпринимательства, и они проводили конкурсы. То есть, сейчас все ресурсы в фонде, и фонд, в общем, фактически за всю программу отвечает. Так, а как они отвечают? После короткого перерыва поговорим. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько, а свое особое мнение высказывает сегодня директор Кировского института бизнеса Лев Давидович Шварцблат. Итак, мы говорим о том, как работают программы поддержки малого и среднего бизнеса в Кировской области, и говорим о Кировском фонде поддержки малого и среднего бизнеса. Вы сказали до перерыва, Лев Давидович, что все ресурсы в фонде сосредоточены, все программы, которые есть областные, да, я так понимаю, региональные, они сейчас там. Почему это приводит? И все конкурсы, соответственно, проводит областной фонд, то есть не министерство, а всем занимает сейчас областной фонд. А фонд отказывается приходить и рассказывать, что у них за программы. Вот я из нашего опыта сейчас говорю. Ну да, вообще, конечно, странная ситуация. Сейчас, ну вот, меняется там, пришли новые люди в министерство, они сейчас, сколько я понимаю, определяют политику, программу, и, в общем, я думаю, что как-то будут ситуации с областным фондом разрешать, потому что они тоже эту проблему видят, и, в общем, я думаю, что сейчас какие-то меры будут приняты. Потому что фонд, он сейчас, получается, такой гигантский исполнитель, сосредоточил у себя все программы консультационные, образовательные, все конкурсы они проводят. Но, значит, эти программы им делегировало министерство. То есть все-таки министерство определяет правила игры, и мы сейчас вот с министерством обсуждаем, да, что будет в 2019 году, какие программы будут. Подожди, про 2018 еще ничего не понятно. Ну, ближе, как бюджет планируется там, сейчас начнется планирование бюджета на 2019 год и правила игры. А что у нас в 2018-м-то году, Леонид Давидович? На 2018-м год вот есть областной фонд, у них есть сайт, значит, все там расписано, приходите туда, и, в общем, вопросов лишних не забывайте. А вы ведь раньше плотно работали с фондом, а совместные были акции, мероприятия, целые конкурсы проводились совместно. Здесь, в этой студии, вот вы каждый раз об этом рассказывали. Ну, а мы и сейчас, вот, например, значит, они проводили конкурс по обучению начинающих предпринимателей. Мы этот конкурс выиграли, сейчас обучение проводим. То есть мы вот эту программу для и совместно с областным фондом исполняем. Ага. То есть сотрудничество есть? Да, сотрудничество есть. Я хочу сказать, кстати, что вот сравнивая людей, которые пришли в программу начинающих предпринимателей, скажем, вот в этом году и два года назад, я все-таки вижу, что изменения происходят. То есть если раньше, ну, во-первых, было гораздо меньше желающих, чем в этом году, и, во-вторых, вот те люди, которые приходили, у них, ну, часто были достаточно такие, ну, как бы, абстрактные, завиральные идеи, ну, то есть заранее нереализуемые, в принципе. Например? Ну, очень там... Ну, давайте, например, самые завиральные идеи. Самая завиральная идея, у нас, значит, была девушка, которая предлагала там за несколько миллиардов рублей построить там многоэтажный салон красоты в Кировской области, около Кирова. И чтобы на лайнерах из Арабских Эмиратов туда... И чтобы там все должно быть в комплексе, начиная от бассейна, хамама, салона. Молодец, правильно. Да, может быть, это уже и семь. Там про окупаемость никто, в принципе, не думал, да. Но красиво, да. Но красиво, да. Или там завод БМВ. Ну, всего-то 500 миллионов долларов, и БМВ будем делать. Я вот поддержала такие инициативы. Да. А сейчас? Сейчас очень, как бы, прагматичные, может быть, приземленные, но очень реализуемые идеи, да. Производство пончиков, ну, то есть маленькая точка общепита. Причем девушка там приходила, у нее сначала была идея столовой, мы долго с ней работали, понимаем, что ресурсов... То есть прекрасный проект, но ресурсов сейчас нет, надо идти поэтапно, да. То есть вот сейчас есть возможность, например, открыть пончиковую, заработать денег, ну, и постепенно-постепенно, там, за какое-то время можно вырасти в столовую. Или там вот очень много сейчас таких хобби, там, ресницами занимаются, да. Или там магазин какую-то одежду делают, магазин открутят. То есть хобби, люди используют, собственно, наклонности и хобби, которые считают, можно превратить в бизнес. Да, совершенно верно. Собственно, это рекомендация, которую дают все успешные бизнесмены. Превращайте свою работу в хобби и хобби в работу. То есть, да, не придумывайте ничего себе, да, вот, неподходящего и чуждого. Еще была один тоже очень показательная история, там, значит, тут у нас, там, семейная пара, они фермеры, да. Причем раньше она продавала, по-моему, какую-то одежду, вот, значит, вот я ее там привезу, вот я там пишу, 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 посты делаю, предлагаю, никто не покупает. Сейчас у меня, значит, фермер, она там, у меня куриные яйца, только напишу, у меня за пять минут все купили. То есть я поняла, где надо работать, да. То есть вот эта ниша, она, ну, как бы растет, она, значит, ее гораздо проще занять. Конечно, там меньше желающих работать, да, там, ну, в деревне и что-то делать, но, тем не менее, эта ниша существует, она бурно развивается. Программа «Ты предприниматель», которую ваш институт реализует еще со времен, когда вы были бизнес-инкубатором, она ведь не только в Кирове реализуется, вы и дальше шагнули. Не программа «Ты предприниматель». Программа «Ты предприниматель» как раз благополучно у нас перенял дворец молодежи. И, в общем, мне очень печально, кстати, вот, извините, что у нас там вятский экономический лагерь уже три года не проводится. Вэлл. Да, может быть, в этом году мы его возобновим. А у нас сейчас есть программа для действующего бизнеса, программа «Скиллап». Значит, причем, ну, в чем отличие этой программы, да, вот программа «Начинающий предприниматель» или «Ты предприниматель». Хорошие программы, они в смысле вот поиска людей, которые бы хотели заняться бизнесом. Но с точки зрения экономики, мы понимаем, что мы там сто человек воодушевили, из них один открылся, ну и, как правило, не заплатил никаких. Ну, выхлоп для экономики меньше. Никакой. Еще такое, знаете, изменение произошло там в начале 90-х годов, когда мы только начинали вот рыночную экономику. Тогда пытались взять какие-то механизмы популярные на Западе и прямо их применить в России. И это не работало, потому что, ну, менталитет у нас разный. Сейчас и менталитет изменился, то есть люди все-таки стали уже по-другому думать, по-другому мыслить. И мы научились западные механизмы адаптировать к России. И это стало прекрасно работать и у нас в стране тоже. И программа «Скиллап» — это, в общем, всемирная программа. Она там порядка в 10 странах существует, прекрасно себя проявляет. В том числе вот у нас уже три потока в Кирове. Причем у этой программы есть независимый мониторинг. То есть есть независимая компания, которая оценивает результаты. Не мы сами пишем отчет, как у нас все прекрасно. Приходит независимый аудитор, как это принято на Западе всегда, который проявляет, и он подтверждает или не подтверждает. И вот независимый мониторинг показывает, насколько процентов вырос оборот, сколько рабочих мест создано. То есть можно объективно оценить результативность программы. Но эта программа связана с правительственными нашими программами региональными или это независимая? Пока нет. Вы ее будете предлагать? Да, мы ее предлагаем, мы обсуждаем и надеемся, что в 2019 году это произойдет. Хотя вот уже в этом году мы эту программу предложили республике Мариэл, инкубатору в городе Яшкороле. И она там стартовала очень успешно, в том числе при финансовой поддержке правительства республики Мариэл. Сколько времени у вас заняло взаимодействие с правительством Мариэл между тем, как вы предложили эту программу, и они запустили и финансировали? В декабре мы приехали к ним на встречу. В 2017 году? В феврале мы начали программу. То есть в январе они не уехали, что ли, на каникулы в Таиланд? Там очень креативный директор бизнес-инкубатора, и она, в общем, все пробила. И в феврале мы начали программу. И даже деньги на поддержку этих программ. И в феврале вы уже заработали. Да. А у нас когда вы предложили эту программу? Ну, мы предложили еще в конце 2017 года, теперь в 2018 обсуждаем. И только на 2019 вы планируете, что, может быть, ее воспримут эта программа. Ну, вы знаете, остается буквально 4 минуты. Я хотела порассуждать еще, но лучше конкретики. Порассуждаем в следующий раз. Мы просто, когда с вами беседовали, тоже давно не встречались, собственно говоря, вы говорили, что на самом деле ниш в Кировской области достаточно много для того, чтобы деньги зарабатывать. И привели в пример выкуп детского лагеря летнего отдыха «Сосновый Бор» федеральным инвесторам. Мы знаем, в каком состоянии детские лагеря в Кировской области детей своих туда отдавали. Очень в большем количестве, наверное, наши лагеря старые вот эти вот деревянные корпуса, обветшалые стены, поникшие шторы, сыра и прочее. Я могу это говорить ответственно, как родитель, который своего ребенка в прошлом году отправлял в лагерь. Боюсь, что мало что изменилось. И всегда сетуют лагеря, что очень трудно на этом заработать. Мы постоянно, наше правительство Кировское датирует эти путевки, то есть при этом не набираются смены. И вот вы говорите, что «Сосновый Бор» выкупает федеральный инвестор в Кировской области зачем-то лагерь. И уже вы мне рассказали, что все путевки проданы. Расскажите про эту историю. Вот мы познакомились буквально где-то месяц назад с этим человеком. Он не только в Кировской области, он очень во многих, сейчас не могу точно назвать количество регионов, в которых он работает. Он покупает лагеря, делает там полный капитальный ремонт. И, собственно, он также поступил в Кировской области, выкупил лагерь «Сосновый Бор». И он сделал ту очевидную вещь, о которой мы много лет говорили всем директорам лагерей. Он все путевки на лето продал в Коме. То есть он просто доехал туда и все путевки продал в Коме. То есть то, что у нас никто не мог сделать, не хотел, не знаю по каким причинам, он это сделал, еще даже не закончив ремонт. И, собственно говоря, он про Вятский экономический лагерь узнал, ему рассказали еще до нашей встречи. Именно поэтому мы этим летом не можем сделать, потому что все уже программы запланированы. Но вот на осенние каникулы планируем. Ну, вам сейчас скажут, но он работает не на кировских детей, а на комятских детей. Извините, нельзя так говорить. На детей из республики Коме. И что тут хорошего? Ну, нет. Во-первых, мы получим хороший, качественный лагерь. Я думаю, что там и в межсезонье, и в следующем летом точно наши ребята туда приедут. Во-вторых, он платит налоги здесь. То есть он продал путевки, значит, он создал рабочие места и не одно. Он заплатит налоги. Ну, и с другой стороны, есть возможность работать, наверное, с этим предпринимателем по какому-то квотированию для наших детей. Ведь если субсидирует правительство стоимость каких-то путевок, то могут, наверное, и с этим лагерем поработать. Я точно не знаю. Ну, собственно говоря, он показывает путь, по которому можно развиваться. Да, у нас территория ограничена и финансовые возможности жителей ограничены. Но ведь есть масса других территорий, в которых не такие климатические условия. Дети, скажем, Тюмень, Крайний Север. Они с удовольствием к нам приедут. Надо просто до них доехать хотя бы раз. Тогда, может быть, все получится. Он показывает путь, по которому надо идти. Ну, и давайте я вас спрошу тогда, уж раз вы сказали про возможность возрождения ВЭЛа, да, экономического лагеря, который успешно проходил. 15 лет. 15 лет. Движение это пошло. Посмотрим, что будет осенью. К осени, да, вы планируете его проведение. А вот 1-3 июня планируете предпринимательский форум по малому и среднему бизнесу, там же в Сосновом Бару, проводить. Практически сразу после Санкт-Петербургского экономического форума. У нас времени нет, буквально полминуты. Вы мне только скажите, кто будет на этом форуме? Это форум для действующего бизнеса. Это нетворкинг, развитие связей. То есть мы не хотим туда ни тренеров, ни каких-то учителей, которые будут там чему-то учить. У нас достаточно успешных предпринимателей, которые готовы поделиться своим опытом. Кировские предприниматели будут делиться с теми, кто хотел бы этот опыт воспринять и понять, как тут успешно работать. Интересно будет их послушать. Я даже сама думаю, что туда доеду. И посмотрим, какой будет запрос. Ну, а некоторые другие темы, которые касаются развития малого и среднего бизнеса, мы будем разбирать уже в рамках разворота на бизнес, который, напоминаю, у нас два раза в месяц выходит на наших волнах по средам. И в дневных разворотах. Ах, ах, ах. Как же так вы мне говорите, Лев Давидович, что бизнес и политика несовместимы. Еще как совместить, все мы совместимы. Посмотрите на нашу Госдуму. Да ОЗС, далеко ходить не надо. А Гордума. Лев Шварцблат, это его особое мнение. Вы слушали. Сегодня у микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня. Особое мнение на 101FM. Светлана Занько.